21 лицей стал первым учебным заведением в Иванове, где современные информационные технологии применяются практически во всем. Электронная школа начинается с проходной. Каждый ученик имеет электронную карту. Когда ребенок подносит ее к считывателю, на мониторе высвечивается информация о школьнике. Родителям приходит СМС с уведомлением. В бюджете города присмотрено средство на организацию электронной проходной во всех образовательных учреждениях нашего города до конца этого года. Это очень важно с целью развития того, чтобы и самим родителям было комфортнее контролировать, как дети посещают образовательные учреждения в плане безопасности, в плане антитуристической защищенности. Электронная школа на проходной не заканчивается. Электронную карту пропуска ученики могут использовать и при оплате школьных обедов, если предварительно зачистят на нее деньги. Пилотный проект был введен в лицее в ноябре прошлого года. За три месяца выручка в столовой выросла на 15%. А значит, деньги на обеды дети стали тратить по назначению. Школьники таким нововведением в целом довольны. Плюсов больше, потому что это удобнее. Мы ходим в столовую и сразу, не считая, например, мелочи, можем просто приложить карту, нас посчитают, что мы взяли, и просто заплатить, снять деньги. Без информационных технологий учебный процесс в 21-м лицее немыслим. Цифровой микроскоп позволяет наблюдать за процессом всему классу одновременно. На смену обычному учительскому журналу дневникам пришли электронные. Любовь Иванова, классный руководитель, говорит, что новые технологии существенно упрощают работу. Ее в час слежут успеваемость по всем предметам и контролируют посещаемость. Я хочу все оценки посмотреть, какие он получил, например, за то второе полугодие, которое сейчас идет. Вот, например, мы вышли учиться 9 января и по сегодняшний день. И взяв, опять же, любого, выделив любого ученика, вот его успеваемость по всем дням, когда он не был, какие оценки. Вот это все очень быстро распечатывается. Опыт 21-го лицея приехали принимать главу муниципальных районов Ивановской области. Для них провели специальное заседание, где рассказали особенности введения электронных карт в этапах ее внедрения в 21-м лицее. За полную информационную систему школы, включая номер свидетельства пенсионного страхования, СНИЛС, СНИЛС используется на карте как единодификатор школьников, что не требует смены модификатора при смене школьникам учебного заведения. Разработана архитектура пластиковой карты и разработаны микропрограммы для чипа карты. В том числе эти микропрограммы позволяют в дальнейшем расширять количество карманов для использования других сервисов. В перспективе сфера применения электронных карт станет намного шире. Кроме использования в столовых, ими можно будет оплачивать проезд. Кроме того, станет возможным введение учета посещения школьниками секций и кружков. Ну и, наконец, электронная карта вскором может стать ключом к электронной библиотеке. Ну и, наконец, электронная карта вскором сможет стать ключом к электронной библиотеке. Любовь Почерникова, Андрей Семьвоков, РТВ Иванова.